В Беларуси ввели запрет для физлиц на ввоз, хранение и эксплуатацию беспилотников. Теперь это доступно только для организаций и ИП в целях профессиональной деятельности. При этом необходимо получить соответствующее разрешение у Департамента по авиации, Министерства транспорта и коммуникации, чтобы летательный аппарат добавили в учет. Госконтроль проверит качество автодорог. На протяжении трех дней в Беларуси будет работать горячая линия. Сообщить о фактах некачественного или несвоевременного ремонта покрытия можно по короткому номеру 119. Также в ведомстве готовы выслушать предложения по повышению эффективности обновления транспортных артерий. В Могилевской области планируется заложить в Стабфонд свыше 14 тысяч тонн плода овощной продукции. Запасы на межсезонный период будут формироваться по мере уборки сельскохозяйственных культур. Например, сейчас в поле убирают картофель и лук, а в конце октября приступят к моркови, капусте и поздним яблокам. В связи с плановыми работами в некоторых домах Бобруйска не будет электричества. 27 сентября с 9.30 до 16.00 отключат свет на улицах 1 мая, Кирпичной, Ульяновской и в переулке Бумажково. 28 числа это частично коснется жителей Гагарина. Более подробную информацию можно узнать на сайте Могилев Энерго. В Бобруйске началась проверка систем оповещения. Сигналы можно услышать до 29 сентября включительно с 9.00 до 17.00. МЧС просит сохранять спокойствие и не паниковать. Это необходимо для того, чтобы убедиться в технической работоспособности сериям в случае возникновения ЧП или стихийных убедствий.